Заболтливость, увольнение в Белом доме так устали от утечки информации в прессу, что решили выгонять тех сотрудников, которые решатся неформально пообщаться с журналистами. В чем причина такой секретности? Дмитрий Анопченко знает детали. Что бы ни происходило в Белом доме, в последние полгода все мгновенно становится известно прессе. Решения, скандалы, сплетни и слухи, все на первых полосах. Дошло до того, что Дональд Трамп газету Нью-Йорк Таймс обвинил, мол, из-за утечки и последующей статьи главаря террористической группировки «Исламское государство» не смогли уничтожить. Ушел, поскольку детали операции журналисты разболтали. Терпение лопнуло, и сотрудников президентской администрации предупредили, без сомнений, без колебаний, мгновенно уволят любого, кто не санкционировано, хоть слово скажет журналистам. Сменили директора по коммуникациям Белого дома и, как следствие, пресс-секретаря, а сегодня собрали сотрудников, объявив, ответственность теперь коллективная. Если в каком-то отделе утечка, должности лишатся все. Если вы, ребята, сливаете информацию, а работаете вы все вместе, так соберитесь с командой и прекратите утечки. А если ситуация не изменится, я всех вас уволю, это же взаимосвязано. При этом Белый дом не только ужесточает доступ к секретной информации. Многих сотрудников президентской администрации теперь даже доступа ко внутренней компьютерной сети лишили, чтобы они не видели, какие документы пишут коллеги из других отделов. И это серьезно замедляет работу, ведь теперь, как в старые добрые времена, документы приходится распечатывать и носить из кабинета в кабинет. Есть еще одно новшество. Твой смартфон в любую минуту могут попросить и проверить, не писал ли ты электронки в Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост. Насколько это поможет, пока вопрос. Но то, что журналистов в Белом доме теперь уж совсем не будут жаловать, понятно. Ведь если раньше неосторожное слово могло обернуться разгромной статьей, то теперь цена такой ошибки – увольнение. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».